Это общежитие для девочек. Оно замечательное. Красный замок. Самое замечательное – это ванна. Она невероятная. Я себя здесь ощущаю, как в сауне. Нет, не потому что жарко, а потому что много дерева. Три вещи, которые вам нравятся больше всего в школе. Извините, так сразу. И оно очень безопасное и защищенное. Безопасность превыше всего. Хорошо, милая Дженнифер и Дэвид, с которой мы познакомились ранее, покажут нам общежитие для девочек. Это общежитие для девочек. Оно замечательное. Красный замок. Да, это интересно, потому что называется Шато Руж. Как вы видите, здесь красные ставни, поэтому Руж. Но внутри он синий. Знаете, к концу этой поездки у меня улучшится французский. Вы изучаете много новых фраз сегодня? Да. И также на уроке драмы. О, здорово. О том, где живут ученики IB-школы Сан-Чарлз колледж от Лисей, мы частично рассказали в прошлом выпуске. Если пропустили большой тур по этому учебному заведению, не расстраивайтесь. В описании оставим на него ссылку. Сегодня же предлагаем остановиться на этой теме подробнее. Узнать про правила и расписание в пансионе в Швейцарии, об уборке и стирке здесь, досуге и питании бордеров и заглянуть в еще больше комнат. Let's go. Хорошо. Это вход. Да, это вход в Шато Руж. И наше общежитие для девочек с замечательными воспитателями. И оно очень безопасное и защищенное. Безопасность превыше всего. Для нас это приоритет. Когда открывается эта дверь, воспитатель получает сигнал, что дверь открыта. Мы очень серьезно относимся к безопасности. Заходим. Здесь наши воспитатели. Это зона бордеров и список студентов, чтобы точно знать, кто сейчас в общежитии. Первый этаж для студентов диплома, второй этаж для второго года диплома, а верхний этаж для младших детей. Понятно. То есть вы делите их по возрасту. Да. Да, потому что вечером студенты диплома ложатся позже, а они могут спуститься вниз, в нашу великолепную кухню и гостиную. Давайте пойдем туда. Начнем с комнат. Это комната с собственной ванной. Рассчитано на двух людей. Здесь живут наши старшие дети. Они делают домашние задания в комнате, поэтому у них есть замечательные столы. И за этими столами можно также стоять. То есть не обязательно сидеть все время. Самое замечательное – это ванна. Она невероятная. Знаете, здесь очень просторно, очень много места. В Великобритании говорят, что можно котом помахать. Да, они могут сюда поставить еще комфортное кресло или что-то в этом роде. Или заняться пилатесом. И, как видите, здесь нет много вещей на поверхностях, потому что очень много мест для хранения. Под кроватью. И также у каждого есть свой шкаф. Надо же, такой большой. И в них есть сейф. Собственный сейф, в котором можно хранить личные вещи. Ну и, например, у этой студентки есть даже собственный принтер. Вот здесь. А можно украшать стены? Пока нет. Они совершенно новые. Они украшают мебель и так далее. Но клейкая лента на этих стенах может их испортить. Можно им предоставить специальное место для этого. Да, это совершенно новое общежитие. И пока что оно медленно обрастает украшениями. Знаете, мне очень нравится все, что связано с природными материалами. Это было сделано на заказ. На заказ? Хорошо. Здесь очень много мест для хранения. И также внизу. Давайте посмотрим на ванную. Ванная очень хорошая. Давайте включим свет. Огромная ванная. Великолепные души. Душевая кабина очень большая. Знаете, я также посещаю университеты. Не буду говорить в каком конкретно. Также во время тура. И это была группа потенциальных студентов и родителей. Я был с одним мальчиком. Из Казахстана. И он был очень крупным. Он зашел в ванну и говорит, я сюда не помещаюсь. Здесь очень много места. Да, здесь много. Посмотрите на этот душ. Он замечательный. И его можно настраивать под себя. На мой взгляд, это очень хорошо для наших студентов. И каждая ванна будет другой, в других комнатах. Что тоже очень хорошо. Все комнаты немного разные. Идем смотреть еще. Хочу вставить небольшую ремарку. Я и мои коллеги всегда лично знакомимся с теми учебными заведениями, которые предлагаем своим клиентам. И практически всегда это проходит под прицелом камер, чтобы вы и сами увидели мир нашими глазами. Эта школа, конечно, не стала исключением. Поэтому предлагаю посмотреть и другие видео, посвященные этому замечательному учебному заведению. Ссылочки все оставлю в описании к этому выпуску. Эта комната немного другая. Здесь немного другой стиль. Мы переселили одного из студентов наверх. Поэтому эта комната на двоих. Но сейчас здесь живет один студент. И здесь двери на заказ. Шкафы на заказ. Замечательные. Ну, посмотрите, какие они большие. Надо же. И еще одна немного другая. Очень похожа на ванную моего сына. Хорошо обжитая. Знаете, комнаты очень опрятные. Это потому, что мы приехали? Нет. Только правду, пожалуйста. Если вы увидели данные бумажки, каждый день мы проводим проверку комнат, и студенты получают баллы. И есть золото. Да, есть золотой пропуск. Для тех, у кого хорошие баллы. А во сколько отход ко сну? Простите, вы выключаете свет. Для студентов МВИП в 10 вечера. Для студентов диплома в 10.30 или в 11.00. В зависимости от того, сколько у них заданий. В швейцарской школе Сен-Чарлз можно выбрать полный пансион на 5 или 7 дней. В первом случае бордеры принимаются в общежитии с вечера воскресенья и по пятницу. А выходные и праздники проводятся с семьями. Во втором случае это семидневка, и у детей будут запланированы мероприятия по вечерам, обедам и выходным под постоянным присмотром заботливого персонала пансиона. Интересно, а как обстоят дела с питанием учеников? А что подают на завтрак? Английский завтрак? Нет, не совсем. Бекон и сосиски. Или некоторые элементы. По выходным так. У нас обычно бранч. Он проходит немного позже. И там будет очень много горячих блюд. Таких как сосиски, яйца, бекон, картофели и так далее. Студенты приходят и выбирают, что им нравится. Но континентальный завтрак в том числе. Да, им предлагают также круассаны, хлопья, выпечку. Хорошо. В дни учебы завтрак немного проще. Каждое утро будут яйца. И также хлопья, хлеб. И меню меняется. И за дня в день. Будут также йогурты. Но для студентов включено питание три раза в день. А что если студент проголодается между приемами пищи? Между приемами пищи в определенное время дня мы предлагаем им перекусы в нашем кафе, которое вы, наверное, видели. Там будут круассаны, фрукты. И, конечно, студенты могут взять что-то, если им захочется. И также у нас обычно есть какой-то перекус наверху. Когда они заканчивают школу и немного проголодались, могут прийти и что-то взять, поесть или попить. Хорошо. Школа была удостоена знака швейцарского лейбла «Форщетверте». Он присуждается только тем ресторанам и кухням, который предлагает здоровое и сбалансированное меню. А что именно входит в него, узнаете на примере столовой «Сан-Чарлз», которую мы посетили во время тура по учебному заведению. И вновь я о нем упомянул. Теперь точно стоит посмотреть после просмотра этого выпуска. А пока вернемся в бординг. Здесь у студентов есть своя кухня. Итак, пожалуйста, расскажите, студентам разрешено готовить? Да, разрешено готовить. Это индукция? Да. Но под присмотром. Очень безопасно. Очень безопасно. Всегда есть воспитатель, который на дежурстве. Они живут на этаж выше. И воспитатели также снабжают кухню едой, которую любят дети. Также у них есть корзины с собственной едой. Или тем, что они хотят купить. Это их место. И оно подписано. Чипсы, шоколадки. И они могут пойти в местный магазин, чтобы что-то купить. Да, они ходят в местный магазин и могут покупать себе свою еду. И также они очень много всего пекут в этом общежитии. Правда? Да. Они недавно делали банановый хлеб. И было очень вкусно. Получилось очень хорошо. И также они делились с мальчиками. И здесь замечательное чувство сообщества. То есть мальчикам можно приходить. Мальчиков можно сюда приглашать. Только по приглашению. И можно находиться только на этом уровне. Мы очень следим за этим. То есть они иногда готовят. Может быть, крэп, блинчики. Блинчики. Да, блинчики. Я говорю так, потому что я американка. Но мне кажется, произношение крэп возможно. Возможно, вы сказали правильно. Они приглашают мальчиков на блинчики. У нас есть зона. Вон там. Это общее пространство, где могут быть и мальчики, и девочки вместе. Вы проводите международные вечера? О, да. Я бы даже сказала, что большинство времени. Как бы вы сказали? И вы американка. Может быть, иногда барбекю? Да, Оливье для нас готовит барбекю. Очень здорово. Это наш шеф. И дети могут делать все, что позволяет им воспитатель. Воспитатели сами задают тон каждого общежития. Они знают своих детей и знают, что им необходимо. Например, как Дэвид, воспитатель. И также Эрик. Они водили мальчиков помладше в кафе Вафель на десерт. У них было совместное время на прошлой неделе, в пятницу. Да, было здорово. Была отличная возможность поговорить со всеми и узнать их лучше. И, конечно же, мальчики узнают друг друга лучше. Замечательно. Комьюнити у школы очень многонациональны. Для одних ребят это возможность узнать о различных культурах, традициях и языках. А для других это большой стресс. Помогите. Но важно помнить, что адаптация – это нормальный процесс, который требует времени, терпения и поддерживающих напутственных слов. Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. Например, от Ману, иностранной студентки Сан-Чарлз. Некоторые дети, перед тем, как приезжать на пансион, не только в Швейцарию, в любые другие страны, они так сильно волнуются. Да, я знаю. Они такие, о боже, я буду так далеко от родителей. Что ты можешь им посоветовать? Для меня очень много основано на доверии. На доверии, которое строится между воспитателями и нами. Это очень важно, потому что необходимо их уважать. И также они будут уважать тебя. Это взаимно. Я думаю, что пока все позитивно, и пока все друг друга понимают, то тогда, конечно же, у вас будет хороший опыт. Потому что здесь нам стараются сделать жизнь как можно более нормальной. С точки зрения дома вдали от дома. С точки зрения комфорта. На мой взгляд, здесь не о чем волноваться. Нет, не о чем. Тебя всегда вовлекают. У тебя появляются здесь друзья. И ты не чувствуешь себя одиноко. Сейчас это твоя вторая семья. Как минимум, я себя здесь никогда одинокой не чувствовала. Теперь это ваши братья и сестры. Наши отношения именно так и строятся. На некоторые вопросы об учебе за рубежом может ответить только сам учащийся. Согласитесь, на рекламных сайтах пишут только сильные стороны и плюсы, преимущества. А вот какие-то мелкие особенности – это тоже ценная информация. И, признаюсь честно, их бывает, не знаем даже мы в компании Мариаде. Но зато у нас есть младшие консультанты. Это наши подопечные, студенты, школьники, которые уже учатся или учились в самых разных учебных заведениях. И, конечно же, мы поддерживаем с ними контакт. А еще всегда делимся их контактами с нашими новыми клиентами. Уточните у наших менеджеров об этой невероятной возможности на вашей уже бесплатной консультации. Все ссылки будут в описании под этим видео. А пока вернемся в пансион колледжа Сент-Чарлз. Здесь можно наблюдать за звездами. Да, там можно открыть ролеты. Технологии. Правда здорово? Да. Я себя здесь ощущаю, как в сауне. Нет, не потому что жарко, а потому что много дерева. Мне кажется, это добавляет швейцарский характер комнате. Он не открывается? Да, открывается, настолько, насколько хочешь. Можно открыть и пошире. Когда погода теплее, приходят работники и открывают все окна, когда происходит уборка. А затем закрывают. Таким образом, полдня окна открыты. А как часто убираются комнаты? Каждый день. Каждый день. Вы их балуете. Это так. И система отопления у нас в полу. Все полы с подогревом. Здесь очень мило. Но уборщики, они пылесосят, но не поднимают личные вещи. Не так ли? Например, если носок лежит посреди комнаты. Они чистят ванны. Они подметают и моют полы. Но по этой причине мы просим студентов ничего не оставлять на полу. И они должны убирать все свои вещи, чтобы могли прийти горничные. И раньше горничные меняли постельное белье. Застилали постель и меняли его. Но с этого года, потому что я им как мать-медведица, я научила детей самостоятельно застилать постель. Поэтому они сами снимают белье каждую неделю по понедельникам. И затем горничная приносит им новое. Мы учили детей, как заправлять одеяло. Дэвид подтвердит, очень многие мальчики даже не знали, как заправить одеяло в пододеяльник. Это как дом. Мы хотим, чтобы наши дети сами учились. И учились самоуправлению. Это очень яркая комната. Посмотрите, какая здесь ванна. Она особенная. Не так ли? Очень особенная. Мне нравится, как каждая комната отражает разные характеры. Хоть мы с вами и не находимся в Великобритании, где была создана так называемая система домов, здесь, в швейцарской бординговой школе, она тоже есть. И подробнее о ней расскажут сами студенты. Ну вы бордер, да? Да. Бордер. У вас теперь хаус-систем в школе была введена, да? Вы в разных домах? Ну да. Как это, в Гарри Поттере соревнуетесь между собой? Нет, не соревнуетесь. Нет? Хаус-паренте соревнуетесь. Хаус-паренте вы не соревнуетесь. Вам нравится хаус-система, хаус-система? Ну... Кажется, это интересно. Да, это интересно, но есть где-то... Минусы? Да, минусы. А какие минусы? То, что мне не нравится, например, что меня сунули в тот дом, где я практически никого не знала. Сунули. Да. Да, ну будешь знакомиться. Засунули, наверное, неспроста. Окей. У вас обучение проходит практически все на английском языке, и есть какие-то предметы на французском? У нас все на английском, но только французский сам. Только французский на французском? Да. Но все равно общение, приходится общаться, у вас же есть параллель здесь с французским, да? Да, мы не общаемся у нас. Мы вообще начальник французского сейчас. Но с тем, что французская программа, кто говорит по английски, общается. Да, да, да. Да? Ну, нужно интегрироваться, мне кажется. Вы не будете остаться в этой стране, учиться дальше поместить? Я не решил пока. Не, да? Я не знаю. А какая специализация? Хотел менеджмент. Хотел менеджмент, конечно, Светария. В бою. Не решил. Не, не решил. Ну, это просто экономисты, связанность экономистов. Экономик, банки, финансисты, да. Трейдер. Да. Трейдер. Окей. Три вещи, которые вам нравятся больше всего в школе. Назовите. Таксал. Ну, хаус-пэрренты в этом году лучше. Ага. Учителя. И один из них сейчас с нами. Знаете, я спросил их три вещи, которые нравятся в школе. И они говорят, очень хорошие воспитатели. Это был первый ответ. И академическая часть. Академическая. То есть учителя. Ну, да. Школа Сан-Чарлз Билингвальная. Международный бакалавриат здесь преподается на одном языке английском, тогда как швейцарская национальная учебная программа на двух. И на английском, и на французском. Так что, дорогие родители, не удивляйтесь, если ваш ребенок после жизни в этой бординговой школе станет не только понимать, но и говорить на языке любви. И даже если ребенок учится на английском языке, вероятность очень большая, что это произойдет. Ведь ребята много проводят времени вместе. Участвуют в шоу талантов, играют в настольные игры и проводят кинопросмотры. Устраивают музыкальные и театральные представления в общей комнате. А что имеем здесь? У нас здесь настольные игры, книги, спрятые. Наверняка где-то есть монополия. Это общая комната для мальчиков и девочек. Здесь они собираются. To socialize. Огромный телевизор. Смотрите, какой огромный телевизор. Диагональ, по-моему, полтора метра, если я не ошибаюсь. Смотрят здесь, наверное, какие-то cinema nights устраивают. Диагональ, по-моему, полтора метра, по-моему, полтора метра. Диагональ. Аминь, это стили. Да, стили. Это стили. А вы дневничков к себе в гости в бординг приглашаете? Вообще у нас есть зона общая, в которую они могут зайти. Ну, как бы так-то... Ты хоть раз был там? Да. В общей зоне, да? Русскоговорящие ребята, кстати, из Москвы, оба, которые с тобой в классе были. Приглашают тебя в гости? Иногда. Чаще мы просто выходим и где-то куда-то идем. А-а-а, в городе. Ну, город очень безопасный, маленький и тихий. Ты сам из Киева? Да. Из Киева. Ну, вот если с вами, то большая разница. Долго привыкал? Я-то здесь давно уже, наверное, если у тебя тут family. Два года. Да, два года. Ну, привык здесь такой свежий воздух. Да? Ты же из Москвы, да? Да. Да, в Москве не такой, наверное. И ритм совсем другой. Это да. Город сам по себе маленький. Но старая часть, центр города, очень красивый. С мощенными улочками и классическими зданиями. Я знаю, что вы разрешаете своим студентам на пансионе выходить в город иногда. Потому что город очень безопасный. Да, очень безопасный. После школы они могут выходить. Мы просим, чтобы они ходили в группах. Нам не нравится, когда студенты идут одни. Просто на всякий случай. А группа из двух, трех, пяти, больше, чем два, уже нормально. Все зависит от возраста студентов. Более старшим студентам мы больше доверяем. И у них есть свои телефоны. Поэтому вы всегда можете с ними связаться. Да, у них у всех есть швейцарские сим-карты. Мы можем им позвонить, или они могут позвонить нам. Но город очень безопасный. И детям нравится ходить по магазинам, покупать перекусы или еще что-то. Город Парантруи в кантоне Юра признан культурным центром региона. Он расположен недалеко от французской границы и сохранил несколько средневековых бюргерских домов. Большие фонтаны, а также старейший массивный средневековый замок. Из современного в городе есть красивый ботанический сад, музеи, квест-румы, спортивная арена, художественная галерея, торговый и развлекательный центр. В котором, кстати, можно заняться скаллаванием. Так что, хоть городок и небольшой, заняться здесь точно есть чем. На этой ноте наше видео подошло к концу. Новый выпуск не заставит себя ждать. Ну а пока, пока-пока. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Путешествуй по миру вместе с нами.